Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами я, Сергей Жардецкий, старший преподаватель кафедры генетики биологического факультета БГУ. Сегодня мы поговорим о хранении биологических препаратов, если они у вас остались от предыдущего сезона или от предыдущего внесения этих живых культур непосредственно в почву, либо после полива. Сразу хочу сказать, здесь разница заключается в том, в какой форме этот биологический препарат находится. Если он продавался в форме спор, в сухом виде, и вы приготовили из него жидкую форму непосредственно для использования, то жидкую форму хранить в принципе не рекомендуется. Как правило, у каждого садовода на участке есть место хранения органических отходов, это яма, скажем так, для перегноя, все пусть идет туда. Там точно это не будет лишним. А вот сухие препараты, которые еще не были активированы, споры, либо это паста, в форме которой часто продается синая палочка, ее мы укрываем герметично, оставляем в температурах от нуля примерно до десяти, то есть та температура, которая позволяет находиться в состоянии покоя спор. И в таком состоянии препарат абсолютно будет пригоден в следующем сезоне. Но единственное, что не нужно допускать промерзания. Да, споры в принципе выдерживают, но если вы оставите эти препараты в сарайчике, грубо говоря, в техническом домике на участке, где зимой будет такая же температура, как на улице, то активность препарата, конечно, будет снижена. Итак, выводы. Приготовленный к использованию препарат не хранится больше нескольких дней. Препарат в изначальном состоянии в форме спор может храниться до двух лет, если, конечно же, он упакован герметично, и влага не попала для инициирования спор. Нежелательно препарат, конечно же, хранить вместе с пищевыми продуктами. Да, вы можете для соблюдения постоянной температуры поместить в холодильник упаковку, но это я бы посчитал, как правило, дурного тона. Все приготовленные препараты идут в компостную яму. Там это будет очень полезно. Далее, при хранении биологических препаратов соблюдать требования производителя. Конечно, все биологические препараты, которые используются у нас, они абсолютно безопасны для человека. При этом нужно понимать, безопасность – это то, что не принесет нам никакого вреда при использовании по нормам. Естественно, мазать на хлеб эти препараты не нужно. Я всегда привожу основной пример. Безопасность любого биологического препарата настолько реальна, насколько реальна безопасность обычного навоза или компоста. Вот как бы вы относились к этим уже известным биологическим препаратам компост и навоз, точно так же нужно относиться к биологическим препаратам на основе любых живых организмов, будь то бактерии, грибки, либо это водоросли. Препараты водорослей хранятся недолго, потому что они, как правило, живые. И опять же, смотрите, все рекомендации на упаковке. Тут есть некоторые нюансы. Биологические препараты на основе вирусов, они у нас еще редки. И, конечно, как бы мы не боялись слово «вирус» в связи с текущими у нас, скажем так, заболеваниями населения ковидом, не стоит бояться вирусных препаратов по той простой причине, что вирусы, как в принципе и все микроорганизмы, патогенные, либо дружественные нам, они настолько избирательны, насколько избирательен сам человек, который приходит к себе на грядку. Грубо говоря, если вам поручить прополку лука, то вы абсолютно все уничтожите на этой грядке, кроме лука. Вот точно так же действуют и микроорганизмы, и тем более вирусы. Избирательность их просто ошеломительная. Бояться биологических препаратов, где бы они ни хранились, не следует. Самое главное, не подвергать прямым солнечным лучам. Этого боятся практически абсолютно все биологические препараты, вернее, все живые начала в этих препаратах. Кванты света, ультрафиолетового в особенности, способны убить практически любую живую клетку. Поэтому всегда храним, естественно, в темных местах. Изначально не инициализированные, то есть не оживленные препараты в форме спор хранятся обязательно в сухом месте и желательно герметично закрытом, чтобы влага не попала и не инициировала прорастание спор. Итак, темнота, постоянная температура невысокая, не промораживать и не хранить вместе с пищевыми продуктами. Это самые простейшие рекомендации, которые любой из нас способен выполнить. Ну и еще несколько вопросов, которые я бы хотел осветить в этом видео. Это вопросы, навеянные вами, уважаемые зрители, в комментариях. Это по теме биобезопасности некоторых препаратов. Допустим, если вы вскрываете пакетик с сухим содержимым, там у нас либо леофилизированные, высушенные бактерии, грибы, либо же это споры. Как опасно или насколько опасно вдыхание этих веществ? Ну, насколько это опасно? Настолько опасно, насколько вдыхание, скажем так, пыльцы растений во время его цветения. То есть, это нужно понимать. Органическое вещество, сложный организм, он может быть довольно сильным иммуномодулятором, вызывать, грубо говоря, проявление аллергических реакций. Ядом это ни в коем случае не является. Вдыхать не рекомендуется. Открывая пакетики с сухим содержимым, лучше надеть маску, лучше надеть даже респиратор. Ну, просто, чтобы потом у вас не было высыпаний на коже, скажем так, либо не было явлений спазма бронхов. Но это ни в коем случае не яд. Опять же, вопрос по безопасности того же самого метаризиума. Когда он попадает в почву, и может ли он каким-либо путем, потом убивая насекомых, потом проникнуть к нам в организм. Вообще, в эволюции мы довольно давно разошлись с патогенными грибами как раз из-за того, что млекопитающие мы с вами стали теплокровными когда-то. Вот как только мы стали теплокровными, мы стали практически недосягаемыми для грибов, потому что наша температура тела для их развития очень губительна. Исключения составляют в принципе небольшой список грибных организмов. Вы их в принципе широко знаете. Они могут только вызывать грибки нашей кожи. Они могут вызывать заболевания различных наших органов. Это дрожжевые, причем не дрожжи, прошу заметить, а дрожжеподобные грибки. Большинство грибов для нас абсолютно биобезопасны из-за как раз нашей температуры тела и бояться их не стоит. Они настолько избирательны, что мы для них, как для нас гора, абсолютно неинтересны. Ну и конечно же по поводу антибиотиков бактериальных. Они очень избирательны, они не действуют на человека, как правило, они действуют на те компоненты бактериальных или грибных клеток, которые у нас с вами нет, либо они иные. Соответственно, повлиять на наше здоровье они тоже никаким образом не могут. Бояться абсолютно не стоит. Те грибы, которые паразитируют на насекомых либо на других грибах, они эволюционно приспособлены к паразитированию и уничтожению только тех видов организмов, на которых они обитают. Нам они опасны только просто по причине своего живого происхождения. То есть настолько, насколько нам опасна пыль, насколько нам опасна грязь, настолько, насколько нам опасно вдыхать любые органические элементы. Мы же и муку можем вдохнуть и после этого кашлять целый час. Поэтому и не говорим о ее биоопасности. Это простейшие факты, которые я хотел до вас донести в этом видео. Надеюсь, они будут вам полезны. И опять же призываю вас не бояться использования биологических препаратов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, если видео было вам полезно. Пишите, естественно, комментарии. И до скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok